Дорогие друзья, всем Маткульт привет! Где я нынче нахожусь? Ну вот вы могли бы догадаться, так как вы видите рядом чемпиона мира по математике Ратиборг Аптивин. Прошу любить и жаловать. Город Новосибирск. Вот так. И мы именно там и находимся. Я просто приехал сюда, чтобы мастер разобрал задачи. Вот у нас был выпуск, шикарно зашел, да, с Галией Шарафединовой, когда она разбирала. Но сегодня у нас столько времени не будет, но парочку задач мастер разберет. Ну что, на выбор. Твои самые любимые из этого года. Самая любимая – это предпоследняя задача пятая. Предпоследняя? Да. Давай. Сделай. Так, ну хорошо. Я, конечно, не Галия, но эта задача объективно мне кажется самой сложной в варианте, хоть и не решил я другую. Итак. А, ты решил эту? Да, но… И она кажется самой сложной, а то, которую ты не решил, на самом деле, по какой-то случайной, да, как я понял? Ну, не случайной, там у всей команды какое-то затмение. Я смотрел. Собственно, смотрите, друзья, я смотрел передачу у моего друга Михаила Абрамовича. И я как-то все… Ну, там полпередачи про то, почему вот Артибор такой молодец, что решает задачи, а не играет в игры. Ну, понятно, что, как бы сказать, у нас каналы для молодцов, а не для тех, кто в игры играет. Вот. И я все ждал разбора, разбора. Ну, в конце был там разбор, задача, да, но интересно послушать прям… Я люблю, когда прям содержательный идет. Так что вот… Хорошо. Задача такая. Вот у нас есть кружки, круглые фишки, и они выложены в треугольник, то есть в первом ряду там N, во втором N-1 и так далее. Да. Тут 1. Вот. Так. В каждом ряду отмечена одна фишка. Вот. Каким-то образом. Вот. Ну, и мы рассматриваем все пути, которые начинаются в верхней фишке, а потом спускаются либо вниз и вправо, либо вниз и влево. Рассматриваем все. Ага. Не требуя, чтобы они проходили, да? Да-да-да. Вот. Если что, вот черный и красный можно использовать еще мастеры. Да-да-да. Хорошо. Вот. И вопрос стоял такой. Какое минимальное, ну, обозначим, я не знаю, AN, то есть это будет от N ответ зависеть. Ага. Такое, что всегда есть путь с хотя бы AN отмеченными кружками. Ага. Вне зависимости от того, как выбранные отмеченные кружки в каждом ряде. Так. Минимальное AN такое, что всегда существует путь. То есть, нельзя избежать, да? Я могу вот пытаться строить путь. Вот, например, вот, ну, понятно, что вот первый всегда отмечен, поэтому он всегда есть все равно, да? И, соответственно, если я вот сейчас так прошел, у меня всего один отмечен. И поэтому для... Это не лучший путь в этой расстановке. То есть... А, это не лучший путь. Я неправильно его выбрал. Существует путь. Существует. Ну-ка я попробую выбрать другой. Да-да. Так. Вот сейчас мы попробуем чуть-чуть подумать вот над условием. Вообще, международная олимпиада, это вот такое место, где я над каждой задачей часто думаю над условием минут пять. Не то, что решение, это даже не обсуждать. Но вот, чтобы просто понять, чего хотят. Ну, вот, значит, мне расставили... Это такая игра. Мне закрасили в каждой линии один круг, а я ищу путь, который как можно больше их захватит. Правильно? Да. Вот. У меня как бы там плюшки лежат, да? Плюшки, шоколадки. Я должен собрать как можно больше шоколада. Так. Так. Ну, четыре шоколадки я, безусловно, соберу и, кажется, я не соберу пять шоколадок. Больше нет. Да, я не соберу пять. Ну да, в данной ситуации... В данной ситуации четыре, но мне же нужно не в данной, а мне нужно сколько шоколадок я соберу в любом случае. Так, тут только не минимальная, а максимальная. Максимальная. Да, да, да. Да, максимальная. Ну да, конечно. То есть, иными словами, вот на таком языке, на котором понятно как бы, ну, большинство народа. Мы берем вот в эту вот фигурку, в некоторые кружки вставляем шоколадные конфеты. Вопрос. При условии, что в каждом ряду есть ровно одна шоколадная конфета, сколько максимум шоколадок я смогу собрать, если их расставляет злопыхатель, который хочет мне дать как можно меньше. А правила игры, что я могу собирать их вот только идя сверху вниз, поворачивая направо-налево. Вот такая задача, да? Ага. Да. Так. Так, теперь надо начинать играть за противоположную сторону пытаться. Ну да. Расставлять их плохо. За противоположную сторону сыграть на самом деле куда проще. Это придумывается... Можно поставить на паузу, если хотите, и подумать, если вам как бы интересно. А мы продолжаем. Так, значит, подумать, ну вот, ну как бы, нет, если я хочу, если я помогаю, то я вот здесь все шоколадки расставлю и соберу, это понятно, все иены. Вот. А вот если я мешаю, да? Если я мешаю, как же я должен расставить, чтобы было очень трудно их собрать? Очень трудно их собрать. Да. Если я помогаю, понятно. А если я мешаю? Так. Ага. Ну вот, первое, что приходит, это поиграться с мелкими случаями. Так, то есть ты, вот тут ты запрещаешь собрать три уже. Да. Вот. То есть А2 равно 2, очевидно. А вот А3 равно 2. А3 равно 2, потому что можно перепрыгнуть вот через один. Да, но здесь, короче, очевидно, что нельзя съесть три шоколадки, три конфеты. Так, ну, если у нас Н равно 4, то уже несложным перебором мы видим, что... Все-таки три собирается. Все-таки три, да. Три всегда съедается. Три – это неизбежно. Ну, допустим, да, 4 видно. А дальше-то что, да? Вот. А дальше что? Невероятности не видно пока. Ну, ладно. То есть мы хотим написать оценку типа АНТ не больше чего-то. Вот. Ну, да. То есть что значит оценка не больше чего-то? Это значит, что всегда можно запретить съесть больше. Да, да, да. Вот так, да. Ну, и значит, что это, может быть, будет притянуто за уши сейчас, потому что это в случае Н равно 3. Но тут уже можно посмотреть и сказать, ага, почему мы не можем съесть 3? Потому что вот эти вот две одновременно не съедаются. Не съедаются, очевидно, да. Не съедаются. И вот тут... Почему они не съедаются? Потому что они отделены вот этой линией друг от друга, и её нельзя пересечь. Правильно, да? Типа того. Ага. Вот. Ну, собственно, я не буду писать всякие промежуточные более слабые оценки, а сразу напишу на нормальную. Но если мы попробуем повторить вот такое, сразу для многих... Вот смотри, всегда интересно, как мыслят люди, которые супер-классно решают задачи. Вот что тебе в начале? Тебе пришло в голову вот эта картинка для трёх, правильно, да? Ты её увидел. Ну, я и для пяти нарисовал, и для шести, на самом деле. Так. И ты увидел, как бы, вот возникновение препятствий для съедения нескольких, да? Типа того, да. Так, ну-ка, давай тогда нарисуй что же. То есть вот так. Вот эти две уже тогда не съедаются. Ага. Вот. А-а-а. Через ромбы, да? Да. В следующем рейду строим так же. Вот. Так, как потом будет. Офигеть. То есть вот из этих, вот из этих, которые ты нарисовал, нельзя съесть больше одной. Да, да, да. Да? Ух ты. Это, короче, действует очень удачно, потому что... Так. И вот любой путь, который идёт отсюда сюда, берёт не более одной из этих шоколадных конфетов. Да. Ну да, теперь посчитаем, сколько тут их. Ну, может быть, это можно как-то быстро сделать, но я исходно писал в координатах, чтобы не допустить где-то глупой ошибки. Ага. То есть вот эта фишка, она, допустим, в n-ой строке в первой клетке. Да. Следующая в n-1 во второй клетке. Да. Следующая в n-3. В третьей. В третьей. Вот. n-1 пополам, n пополам. Мы видим, что у нас будет, да, типа... Ну, примерно. Да, они имеют вид n-k и k плюс 1. Вот. А, сейчас. n-... стоп. n-1, 2, n-2. Да. 3, n-k, k плюс 1. Да. Ну и, соответственно, у нас должно быть сюда n-k, хотя бы k плюс 1. Ну да. Вот. То есть, максимальная k, до которого мы дойдём, это n-1 пополам. Да. Вот. Вот. Так, это... Ну это снизу, потом уже здесь, да, можно это итерировать? Да. Ну, на самом деле мы просто возьмём и отрежем вот всю нижнюю часть, которую мы уже закончили построение. Ну даже не так, а вот так. А вот по эту строку. Да, да, да. Отрезали, вот. И тут повторили то же самое, вот. Итак, мы каждый раз можем вот тут также по ромбам расставить. А, и ты сделал естественную гипотезу, что это и есть самый злой для меня вариант расстановки конфет. Правильно? Да, потому что это даёт оценку типа логарифм двоичный n. Ну и там надо куда-то округлить и прибавить константу. Чё-то плюс один. Аааааа. Сейчас, сейчас, сейчас. И в случае, например, двойки... Весь этот нижний квадет, тут я вообще одну конфету съем из всего вот этого, да? Да, 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 вот. И из каждого из этого тоже всего одну и... Агааааа. Вот. Логарифм это потому, что мы каждый раз делим пополам, вот. Ну, собственно, и когда уже написано что-то пополам, да. Давайте не будем тратить время, чтобы тут выяснять, почему плюс один, почему скобки вот такие. Ну, это примерно понятно. Это проверяется. Но вот интересно следующее, как мне ошибиться потом, вот на чуть-чуть, грубо говоря, да, в конце? Потому что, ну, там, понятно, действительно, разбор случаев, там, что-то нечет все время идет. Как N с ними взаимодействует, да, то есть как именно отрезается. И вот как здесь точно это все записать? В решении же должно быть точное, да, абсолютно точный ответ? Ну да, но на самом деле нет проблем, потому что мы просто индукцией по N идем, вот, и тут мы просто отрезали вот столько рядов, ну, и все. Так. У нас вот тут осталось, соответственно, сколько? N плюс один пополам вверх, ну, примерно так. Ага, а это N минус один попало вниз. Ну да, да, вот. Простите, что я зеваю. Время 4.30 утра по московскому. Вот. Ну, в Новосибирске-то уже 8.30, но это самое чуть-чуть, да. Так, значит, хорошо, вот ты придумал вот эту вот расстановку злую. А теперь надо что доказать? Что хуже ты мне не сделаешь. Ну да. Ну, то есть на этом моменте я уже поверил, что это верный ответ, потому что принципиально лучше, чем логарифмическую функцию. Я, честно говоря, даже затрудняюсь придумать. Кроме логарифма, это логарифма, но таких задач я еще не видел. Понятно. То есть идея следующая. Если ты получил настолько медленный рост, то медленнее школьники уже не знают. Ну... И значит, скорее всего, так и есть. Так. Ну да, ну не констант уже, понятно же, что... Да, ну тут вроде даже у команды пример примерно одинаковый и совпадает с тем, что там в оригинальных решениях. Ну ее все, да, решили? Ну, пример построить тут несложно, вот. А дальше начинается какое-то ветвление, то есть у других ребят из России там другие решения. Ага. А у меня оно забавное. Давай. Мне кажется. Вот. Я очень долго думал, типа час минимум. Вот. Происходит, что... То есть вопрос, почему нельзя еще хуже сделать, да? Да. Вот. И значит, ну вот весь этот мотив напомнил мне следующее. Вот у нас... Если есть... О, мне вот эта идея. Да, да. А можно я ее оглашу? Да. Может быть, она дурацкая. А что, если мы посчитаем все пути и возьмем среднее количество следовательных кружков? Вот. Это примерно то, чем я занимался минут 30. Но не вышло, да? И у меня ничего не вышло. Понятно. То есть расставить правильно веса практически... Ну, я не смог. Остальные тоже. Так. То есть нужно чуть-чуть похитрее действовать. Вот. Ну, что я заметил? Что вот, если просто оставить только отмеченные фишки и нарисовать, из какой в какую можно спуститься, ну вот все просто возможные варианты. Ну да, по правилам, да, игры можно спуститься откуда-куда. Вот. То у нас получится частично упорядоченное множество. Ого. Вот. Такой прям школьный объект. Да, да, да. Частично упорядоченное множество получится. Безусловно. Я не знаю, там у какой-то, у остальных ребят вроде без чумов обошлось. Они принимали решение, да, с чумами? Они принимали решение со всем, чем угодно. Там можно хоть... Ну, например, теорему Дерихле в арифметических прогрессиях точно можно использовать. Ну, это межнартур. Там немного другая специфика, чем она в Сиросе. Вот. И мы хотим из нее взять максимальную цепь. Максимальную цепь. Так, тут, может быть, нужно терминологию пояснить? Или зрители понимают? Ну, так-то по идее на маткульт привет все знают, что такое частично упорядоченное множество. Ну, да, давай скажем. То есть это вот... Ну, это означает, что есть отношение, кто выше, кто ниже. И оно транзитивное. Это отношение. И если один выше другого и другой выше первого, то это совпадающее имя. Ну, да, да, да. Вот. Но не все находятся в отношении. То есть оно не линейно упорядоченное. Вот эти два не находятся. Не этот выше, не этот выше. Вот. И здесь очевидно, да, существует путь, который ведет из верхнего в нижний в эту частично упорядоченную. Да, да. И мы ищем самый длинный путь, то есть самую длинную цепь. Самое длинное линейно упорядоченное подножство частично упорядоченное. Вот, да. Ну, и тут, короче... И здесь все наглядно. Даже если кто-то не знает, то это все наглядно и понятен, что... В общем, теорема такая есть. Известная. О-о-о. Относительно. То есть на Олимпиаде я все никак не мог вспомнить, верно она или нет. Но решил все-таки воспользоваться. И, короче, длина макс-цепи равно минимальное количество антицепей. Вот я, например, хоть я одно время из-за теории игр занимался этими частично упорядоченными множествами, там всякие монотонные, монотонная сравнительная статика. Я ее не помню. Длина макс-цепи равно минимального количества антицепей. То ли теорема Милуорса, то ли что-то такое. Да. На который разбивается, ну вот чум. Минимальное количество антицепей. Антицепи это полностью без... Антицепи это подножство без отношений. Вот это. Вот они. Да, да, да. Тут, то есть, все просто. Антицепь, антицепь. Антицепь, антицепь, да. Вот, да. Ага. Так. Значит, минимальное количество, на которое разбивается чум. Вот. То есть, вот такие вот блоки, в которых нет никаких порядков ни вверх, ни вниз. И сколько нам, самое маленькое количество это и будет длина макс-цепи. Ага. Ну да, как-то так. Интуитивно кажется, что, наверное. Ну да, ну вот. Ну я честно скажу, строгого доказательства я не помню. И не приводил, да? Да, и не приводил. Вот, я даже название не приводил, потому что я его не помню. Какая-то индукция, я думаю, что... Чёрт его знает. ...либо количество связей, либо по количеству машин, либо по тому и по-другому. Ага. Ладно. Ну, допустим, мы это знаем. И что тогда мы делаем? Допустим, мы это знаем. Да. Тогда мы сводим задачу отсюда к минимальному количеству антицепей. То есть, ну, грубо говоря, если идти от противного, то если максимальная цепь не больше, чем лог-двоичная, то есть тут плюс один было? Да. Можно разбить на лог-двоичный... Ну, сейчас. Разбить чум на столько антицепей. А. А, сейчас. Так. Значит, ты хочешь доказать, что вот ответ. Ага. Ты предполагаешь, что он хоть на единичку меньше, хоть на единичку, да? Да. То есть, пусть мы смогли так камни расставить, что максимальная цепь оказалась вот такой. Угу. И тогда можно разбить чум на столько антицепей. Да, здесь разбили на, значит, сейчас, значит, на столько. Сейчас. А. Их минимальное количество, да, на столько всегда, ну, понятно, да, на энд антицепей всегда можно разбить энд штук, да. Нужно смотреть на какое самое маленькое. И сейчас ты будешь приводить противоречию, да, чтобы разбить на логарифм. Да, да, да. Так, ну, можно на соседнюю доску. Давай, да. Она видна, вид, да? Хорошо. Отлично. Ну, сейчас мы будем прямо явно работать вот с этими антицепями. Мы можем их, грубо говоря, упорядочить все сверху вниз. По, ну, в каждой цепи берем самый верхний элемент и сравниваем их. Вот так примерно. А, да, хорошо. Так, то есть ты взял вот эти антицепи, Которых не больше логарифма получилось? Ли-два. Л-логарифм. Л-эмные, вот. Л-логарифм. Да, да, вот. Ага. Они типа упорядочены. По самому верхнему там элементу их. Вот. Упорядочены по самому верхнему элементу. Ну, при этом могут совпадать эти верхние элементы, да? То есть это такое... Нет, не могут. У нас же... А, ой! У нас же отбиение, то есть они... В каждой строке ведь одна. Ну, да, да. Я забыл! Они не пересекают. Шоколадка одна в каждой строке, значит, они не совпадают. Во, вот тут круто, да, что шоколадка. Вот. Значит, их раздевает. Да. Да. Ну, собственно, тогда... Тогда можно сверху вниз посмотреть просто и начать понимать, к чему все идет. То есть понятно, что L1 это просто верхняя шоколадка, потому что... Ну, она же давно в их бедах. Да. А со всеми остальными она, конечно же, сравним. Вот. Так, ну, потом... L2 не может быть в этой строке, а, в следующей. L2 содержит фишку в следующей строке, потому что... Нет, не нужно содержать, наоборот. Да, да. Потому что она же должна где-то содержаться, вот. И тогда она в L2, потому что иначе вот этих, у этих множеств верхний был бы лучше, чем у L2. Так, 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 да. Вот. L2 содержит вот эту. Да. И теперь мы понимаем, что в L2 не больше, чем еще один элемент, потому что с L2 уже весь вот этот треугольник строил в нем. Вот. Сейчас. А в L1 вообще больше ничего нет? Ну, нет, конечно, потому что... Конечно, нет. А, все, так, 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 вот этот момент надо было проговорить, я торможу. В L1 ровно одна шоколадная карфета, которая стоит в верхней строке, потому что это антицепь. Ну. А любую жуху я достаю, значит, легко, и поэтому это не может быть. Так, L2 не может быть ничего, кроме... Кроме вот той, которая во втором ряду, и еще одной, потому что вот все по треугольнике фишки из второго ряда, они уже сравнили с ней, то есть они антицепь. Да, 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 они могут так, вот так. А вот это цепь, поэтому из нее, ну, не больше одной фишки взять, потому что если мы две возьмем вообще любые, то они уже между собой просто санимаются. Отлично, то есть во второй антицепи, во второй антицепи ровно одна из этого вот правого ряда. Да. Ну, если... Или сделай, если он был бы здесь. Если еще вот поиграться, посмотреть на третью антицепь, или, может быть, на четвертую, я вроде до третьей смотрел, то допирать, что можно по индукции доказать такой факт. Размер Ls не больше, чем 2 в степени s. Вот тут с нуля надо было индексировать. Ага. Тогда угодно. Ну, пусть с нуля, да. Ну, значит, тогда... Надо вот так вот. Значит, сейчас... Расскажи про третью, почему будет возникать четвертая. Мне очевидно, что эта оценка будет именно такой, да. Ну, почему? Смотрите, у нас в L1 и L2 всего не больше трех элементов, да? Угу. Вот. Ну, тогда у нас в какой-то вот из строк, первая, вторая, третья, четвертая, фишка не лежит ни в L1, ни в L2. Вот. Да. Да. Значит, верхняя фишка в L3... Не выше четвертой, да? В L3... Не ниже четвертой. Ну, да. Да-да-да, вот. Не ниже четвертой. Ну, а если мы берем какую-то фишку в четвертой строке? Любую. Любую. Ну, или... Ну, или выше. Вот. Ну, да. Если мы берем вот эту верхнюю фишку и смотрим... Открываем. Вот эти не входят. Я теперь понял, почему называется чум. Потому что это чумы. Вот, видите, это чумы. Индейские чумы. Вот. Или щукотские. Опять же, вот это вот не входит в фишку. А вот это, это три цепи. Ага. Да. Раз, два, три. Так. И с каждой по одной. Да. И с каждой не более чем по одной. Поэтому L3 не больше четырех. Четыре. А это плюс еще три. Нет. Плюс еще три. А! И вот теперь понятная индукция. Да? Пойдет, да. Я понял, как они... То есть он дальше будет седьмой? Да? Да. Ну да. По сути, вы уже вот провели до Казаньца. Все. То есть мы в космос случае говорим что-то вот, что там... Ой-ой-ой. С минус первого. Да. Не больше чем два в S-1 минус один. Да. Да. Потому что это сумма предыдущих. Ну да. Естественно. Вот. Ну и поэтому у нас верхняя фишка в Ls, она ниже чем... Чем два в степени L2n минус один. То есть n минус один. Чем два в степени S минус один. Да. Да, да. Вот. Ну и из этого все следует. То есть мы рассекаем на треугольник и цепи. И цепи. Вот. Еще. Тут кусочков вот... И остается так. То есть индукция ясна. На каждом шаге все понятно, что происходит. И вверху появляется два в степени целая часть от логарифма 2n минус один как предел количества этих экзаменов. Ну да. И противоречие заключается в том, что размер чума там n. Н. Вот. Всего их, ну, не больше чем два в нулевой плюс два... Ну да. Ну да. Можно просто по индукции, что все вот это объединение... Ну да, да, да. Получается, что все объединение целиком не больше чем два в степени целая часть лог 2n минус один. Которое, естественно, не превосходит два в степени лог 2n минус один, то есть n минус один. Ну да, да, да. А это противоречие. Все. Офигеть. Офигеть. Просто офигеть. Да. Офигеть. Ну как вот, действительно, как додуматься? Ну понятно, ты ход за ходом. То есть ты в начале вот это вот реализовал, вот эти антицепии, по сути, да? Ну да. Потом, да, потом пошло, что вот эта теорема, да, плечевая. Да, ну в сущности... А интересно, у других ребят было доказательство? Вот они как бы, ну как те, кто не знали эту теорему. Ну наверняка же не все не знали. Нет, они все, наверное, знают даже, но они без нее как-то справились и у них не было вот таких вот мест, где они доказательства не знают, допустим. У меня как-то экзотически вышло все. Понятно. Ну круто, конечно, да. Крутяк. Спасибо огромное. Ну что, еще одно успеем, наверное, да? Да ну, К больше либо равно двух целых. Ага. Так. И последовательность. На албанском читает их. Ну да, да, да. И последовательность. Так. Это натуральные числа. Натуральные числа. Натуральные числа в школе начинаются с единицы, поэтому 0 или нет. Ну, там может быть и есть 0, кстати. Ну я не знаю точно, там может быть 0, но сейчас походу решение выяснится. Ага. Так. Нет. А, нет. Тут написано позитив. Даже по-албански это более-менее понятно, что это значит. Так. И многое шлем степени К какой-то хитрый. Так. Вот. Ага. Ну, произвольные, да? Да. Не совсем. Надо, чтобы циты тоже были натуральными или нулём. Ну вот. Это очень отрицательные целые. Так. Значит, дан многочлен с целыми неотрицательными коэффициентами и начальным коэффициентом, старшим коэффициентом 1. Да. И последовательность натуральных чисел. Ну, там не совсем такой порядок в оригинальной формулировке. Но если вот это дано, то мы требуем, чтобы вы понимаете, вот такое вот страшное условие. АН плюс К. Ой. П от АН. Для любого Н? Да. Для любого Н. Так. Вот. То есть, П от вот... Значит, АК... Да. К, всё. К это то самое, да? То есть, К, которая степень многочлен. Ну, это логично, да. Ага. То есть, П от АН равно произведению подряд ведущих следующих... Да. Вопрос. Задача. Вопрос. Для каких последовательностей А1, А2, АН такой ПС существует? Ээээ... Ээээ... Ага. Так. Так, 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 так. Вот как обычно. Смотрите, задачи с Международной Олимпиады, их даже понять, может там не каждый профессор математики. Даже просто понять условия. Вот что именно здесь хотят? Нам дано k, причем начиная с двух. То есть, видимо, намек на то, что k равно единице дает что-то очевидное. Значит, дана последовательность натуральных чисел. И нужно подобрать какой-нибудь многочлен к этой степени, который обладает вот этим свойством при всех этих самых. Для каких последовательностей он существует? А что, при кормной единице что-то совершенно очевидно? При кормной единице p, а n равно n плюс 1 и... Вот почему начинается с двойки? Я не знаю, потому что у нас... Я, кстати, затрудняюсь сказать. Видимо, потому что при... Сейчас скажу. Либо потому что получается слишком сложно, либо потому что слишком просто, да? Если у нас дано p от n равно n плюс 1, то эту последовательность просто... Ну, эта последовательность выглядит примерно так. a1, p от a, a1, p от p от a1, вот. Да. И описать её как-то проще уже, по-моему, не представляется возможным. То есть тут какая-то таптологическая задача. Да. Ответ. Для тех последовательностей, которые равны значению какого-нибудь. И всё. Да, я понял. То есть слишком сложно, а не слишком просто. Да. Ну так, нет, pk равно 1, кстати, да. Ответ вот, но... Тут я не прав, потому что pk равно 1, это получается линейная функция. Кстати. Поэтому вот... А, ой, pk. А, ой, pk равно 1. У нас же x просто x плюс c. А, ну тогда очевиден ответ для альфметичной прогрессии. Всё. То есть всё. Значит, смотрите, вот это очень хорошо, потому что мы хотя бы условия чуть-чуть почувствовали. pk равно 1 ответ для всех альфметичной прогрессии, только их. Всё. А в самой задаче тоже, на самом деле. А! В смысле, в самой задаче тоже угадывается какой-то простой очень ответ? Да не в прогрессии, но просто... В смысле, ответ тоже про прогрессию? Просто факт, да. Ответ в прогрессии. Прогрессии? То есть, pk равно 1, можно угадать ответ при остальных? Конечно, нет. Ну просто, факт, что pk равно 1, он тот же самый. Вот зачем мы не убрали? Чтобы иначе не думать, и не увидели правильный ответ из этого. А, я бы как раз вот так начал. Я бы pk равно 1 начал. Может быть. Да. Ага. То есть, ты прям утверждаешь, что на самом деле ответ будет такой-то? Ну да. Так. Так. Ну да. Ну почему? Ну нет. Если попробовать прочувствовать, почему прогрессии подходит, то прогрессии какой вид вообще имеет? b плюс nd. Ну да. А n равно b плюс nd. И тогда мы понимаем, что нужно взять p от x равно x плюс d на x плюс 2d на x плюс kd. Да. И все будет. Активно логично. Да. То есть, внимание, для прогрессии действительно, очевидно существует такой многочлен. Да. Потому что вот он предъявляется, и неважно чему равно k, мы просто подряд записываем произведение всех этих членов, и оно так сдвигается, и так и превращается. То есть, ну да, совершенно очевидно, что для прогрессии есть. Соответственно, что? Доказать, что не для прогрессии нет. Да. Вот. И тут разные шаги, которые вроде бы стандартные, но их надо склеить аккуратно и все придумать подряд. Вот. Ну зачем нам то, что c и циты не отрицательны? Ну, сложно придумать какое-нибудь применение этого, кроме того, что p от x возрастает строго на целых. Да. 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 Возрастает строго на целых. Вот. Но это же не значит, что вообще говорят, что напоследствия должна возрастать. Сейчас. А вот сейчас мы выведем, что h на самом деле не строго возрастают. Все-таки выведем. Вот. Ага. Так. Да, сейчас. Ну, то есть, первая разумная гипотеза, это то, что ant не больше an plus 1. Так. Почему? Вот. Оказывается, что это правда. Почему? Предположим, правоативная. Ну, база. Предположим, ant больше, чем an plus 1. Вот. Ну, тогда p от ant больше, чем p от an plus 1. Да. Вот. Вот. Ну, это что? Это у нас... Ля-ля-ля-ля. n plus 1. Вот. А это an plus 2. Ха. Сейчас все сократится. Ха-ха-ха-ха-ха. Так. Так. Вот. И все вылетает в трубу просто. И остается an plus 1 больше an plus k plus 1. Да. Верно. Так. Вот. И? Ну, то есть, мы понимаем, что у нас есть ant, если одно больше следующего... Да. То следующее больше какого-то. То следующее больше какого-то там. Вот. Так. Ну, мы понимаем... Противоречий не вижу. Они же целые. А! Они натуральные! Да-да-да. Все! Они натуральные, они уедут в ноль и все. Ну, не совсем так сразу, потому что вот эти еще не соседние. То есть сразу же... Ну, не соседние. Нельзя. Ну, если вот между ними взять первое... Первое число, которое меньше этого. А не просто вот это. Сейчас. Нет, ну вот это, допустим, было 15. Ну да. Это 14, это 13. Следующее 12, и мы уехали в ноль все равно. Ну, непонятно, почему следующее 12. То есть сразу так не делается. Потому что у нас вот этот вывод из того, что между соседними неравенство. А-а-а! Все, я тебя понял. Нифига между соседними. Значит, неравенство происходит... Так, значит, какое-то из них меньше сейчас. А если не соседние... Да. То мы все равно можем что-то выудить. Все равно можем. А-а-а! Да-да-да. Вот. И, допустим, вот мы прыгнули сюда. Да-да-да. И вот это оказалось меньше. Да-да-да. Но мы берем первое после этого, которое мы видим этого. И что? И оно уже меньше своего соседа, однозначно, и меньше вот этого. Да. Вот. Поэтому мы от него прыгаем вниз. Вот. А-а-а! Потом от этого строим соответственно вот такую вот... Мы от этого не сможем провести рассуждение, если оно было больше, да? Да-да-да. Вот. А вот это мы сможем провести, что у него есть меньше. Опять снова ищем здесь. Да-да-да. Маленький, который меньше этого. Да. Вот. Находим для него следующее. И вот это уже итерируется бесконечное количество раз. А бесконечное количество раз понижать натуральничество нельзя. Отлично! Отлично! Значит, мы знаем, что из-за того, что P строго возрастает, а N не строго возрастает. Да. Вот. Очень красиво. И прям сложно реально. Нормально. Ой, да. Что, стереть? Стереть? Так. Ну ладно, не будем торопиться стирать, а скажем, что у нас просто... Доказали мы, что она не выгывает. Да. А скажем, что у нас просто верно то, что у нас... Сейчас я вам скажу, что у нас... А N плюс первое минус... А N минус первое, ну вот, минус N ограничены. А N плюс первое минус N ограничены. А вот смотри, что у нас есть причина. Вот P равно произведению, да? Да. Ну при этом карты убивают остальные, да, чем дальше мы уходим. И поэтому как бы фактически... Ну я чувствую это нутром. Я чувствую, что чем дальше, тем больше X карты начинает значить. И тем больше это будет просто начинать похоже на, значит, картовую степень А N. И она равна примерно произведению К вот следующих. И если бы начать всё больше и больше, то к концу мы бы... Да, получили... Ну я примерно помню. Давай строго. То есть да, мы доказали, что они не убывают. Да. Поэтому вот это произведение, оно больше либо равно чем A N плюс первое в катой. Да-да-да, конечно. Ну а любое многочинение при этом можно поджать выражением вида X в катой. Да. Ну X плюс целое число в катой степени. Да-да-да, могло когда-нибудь... У меня очень хорошо вот это. Ну потому что это просто по биному открывается, и там все коэффициенты возрастают по Z. Ну да, это всё просто начинает мало. Ну да-да, вот. И следует у нас просто Z больше либо равно чем A N плюс первое минус A N T. Да. Да, я понял. Ну, я надеюсь, что зрители тоже сейчас смогут осознать постепенно. Но подумайте над тем, что при очень больших значениях X, вот это всё это примерно X катой на самом деле. Всё остальное мало значит. И, соответственно, так как X катой в данном случае это A N F катой, а тут K штук подряд следующих, которые ещё не меньше, чем A N, то, соответственно, они сильно выше не могут быть. Иначе это всё выпадет наверх. Ну да, ну да. Ну да, вот. Хорошо. Так, ограниченные. Так, про возрастание мы примерно поняли картину. И пример с прогрессией тоже слишком очевидный, поэтому смотрём. Да. Значит, они возрастают. Значит, эта последствия должна возрастать, и она должна ещё и быть ограниченным, значит, приростом. Да, да, да. Она с ограниченным приростом. Но пока ещё не понятно, почему прирост один и тот же, да? Ну, ограниченный прирост на самом деле означает очень много что. А как видно, один факт, что у нас на самом деле, вот если мы напишем что-то в духе, там, A N плюс 1 равно A N плюс X 1, вот так вот. Ну да. A N плюс 1, A N плюс X 2. Да. A N плюс X 2, и так далее. И A N плюс K. Да. Ну, я так на уровне идеи рассказываю. Ну давай, да, на уровне идеи. Ты же не понимаешь, а давай нажимай. Вот. Если мы смотрим вот такие вот разности, то у нас понимается, что X-каты, как и все вот эти, они все не больше чем, ну, сколько, K на Z. Вот. K тоже фиксирован. То есть вот это просто через лор. Ну да. Конечно. Вот. Ну да. Да, 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 конечно, да. Накапливается не больше чем Z. Значит, просто чисто комбинаторно мы понимаем, что количество возможных наборов X1 и X2, которые при разных N у нас будут получаться. Да. Правильно. Их конечно. Конечно. Значит, какой-то будет бесконечно много раз. Да, 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 правильно. Я хотел сказать, что какой-то X повторяется бесконечно много раз, но это мало. Надо, чтобы все подряд K повторились бесконечно много раз, но это очевидно, что так и будет в силу ограниченности хода, и это будет действительно так. Да. Да. Ну это совсем понятно, вот. Это совсем понятно. Пусть вот такой вот набор бесконечно много раз появится. Да. Вот. Что вы что-то подумали? Я понимаю, что P от ANT равно произведению AN плюс... так, тут K. Да. K. Вот. AN плюс XE. Да. P от 1 до K. Да, да, вот. Да. Для бесконечно многих N. Для бесконечно многих N. Верно. Вот. Ну это значит, что... Смотрите, тут два таких случая. Эх... Это либо AN ограниченная... Это первый случай. Вот. А второй случай, это если она не ограниченная, то у нас мы можем брать N всё больше и больше, а N будет всё больше и больше. Поэтому это равенство будет вывываться в бесконечно многих значениях AN. Вот, вот, вот. Я чувствую, что где-то тут надо понять, что... Эти вещи равны как многочленные. Да. Так. Значит, если это равенство в бесконечно многих аргументах верно, то значит этот многочлен совпадает с тем, который справа. Эм... А если она ограничена... Ну и тогда всё доказано, да? Тогда... Не всё. А, нет, не всё ещё, да? Вообще не всё. Там... Надо ещё вспоминать, что дальше делать. Так. Так. Тогда у нас P от 1. Ну, как многочлен равно. Да. Равно произведению из специфика. Да. Вот. Вот. Так. Ну, в случае, если AN ограничено, тут всё как бы не очень сложно, потому что мы понимаем, что... Мы понимаем, что ограниченная последовательность не убывает. Значит, она просто стабилизируется. Стабилизируется, естественно. Вот. Да. AN стабилизируется в каком-то числе C. Да. Да-да-да-да. Не убывающая ограниченная последовательность. На бесконечности просто равно C. Мы понимаем, что P от C там равно C в катый в этот момент. Ну, потому что у нас они пошли C, 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 C... Да-да-да. Что? Вот. Но при этом вот тут написано, что P от C хотя бы C в катый. Все на ней. Все на ней. Все на ней. Да. И, короче, тогда уже понятно, что P от X как многочлен это X в катый, вот. Да, конечно. И тут всё разворачивается назад, и мы понимаем, что если она где-то стабилизировалась, то до этого тоже должно быть C. Ну, это должно быть где-то, иначе не будет прибавок. Ну, вот. Поэтому мы думаем, что у нас вот есть C, и мы знаем, что произведение этих C-шекров равно P от вот этого числа. Значит, это то, что C, 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 вот, и у нас получается константа. Константа, и она годится вполне. Да. Это прогрессия. Вот. А это? А это... Да, это произведение X плюс X и T, да? Вот. Для какого-то набора конечного мы просто получили формулу многочленного поступки, да? Да. То есть мы теперь знаем, какой многочлен, и должны доказать, что это вот прогрессия, да? Да, да, да. Вот. Ну, сейчас нужно что-то понять, и я, честно говоря, вот так сразу не вспомню, что я там понял. Но там мы сейчас докажем, что набор X-итых, он выглядит как D, 2D, там... 3D? Да. Да, да, вот. Вот. Это мы докажем, и потом просто будем точно так же откатывать. Ну, это и есть прогрессия. Ну, то есть, да. Это и есть, это значит шаги здесь-то от N плюс 1, N плюс 2. Да, но нужно только будет сделать такой же откат, и все. Вот. Ну, ладно, давайте оставим вот это на рассмотрение. Я думаю, что вот это добить уже, например, я вполне в состоянии. Ну, на самом деле, да. То есть... Ну, там было... Слушайте, ну, до этого было там 5 или 6 очень нетривиальных ходов. Сколько вообще народа ее решило? Ну, в нашей команде все. Все, да? Да. У меня нет слов. Вот. То есть, это как бы... Вот. У меня еще какое-то время, безусловно, уйдет на разбор последнего. Ну, уже, в принципе, все чувствуется. Но она исследовательская. То есть, это действительно задача, выводящая на науку. Это вот после таких задач, естественный переход для школьника, который их решает, это заниматься уже настоящей наукой. Она типичная научная исследовательная. Это прекрасная задача. Кто автор? Я не знаю. Вот интересно, кстати, кто автор. Это очень хорошая задача. Это прям... Вот... Ну, я даже не знаю. Вот это ровно то, что мы ждем на Олимпиадах. Да, чтобы... Она давала мост науке. Не написано, кто приехал за задачу. Ну, круто. Как я понимаю, Артибор, ты уже с Андреем Евгеньевичем Мироновым занимаешься, да? Я что-то вчера к нам в глаза увидел статью такую, да? Там уже даже на международном языке что-то, да? Ну, это его, это... Его инициатива. Да. Ну... Нормально. Слушай, давай. Это правильное. Это правильное направление. Потому что, ну, как сказать... Олимпиады — это все равно такой шаг, да? А следующий шаг — это наука. Удачи! Спасибо огромное, что пришел! Всем Маткуль, пока! Удачи! 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 Удачи!